По ледяной Волге на парусах и с попутным ветром. Все это про основу. Кать, сынок Евгений Головченко, на эти соревнования приехал из Москвы. Этим видом спорта увлекается больше 10 лет. Сегодня на старт выходит с небольшим опозданием. Погода внесла свои коррективы. Кать поменьше, ветер посильнее. Поэтому поменьше кать берем. Ну, Женя, он связался. Среди крепких мужчин и хрупкие девушки, по словам Динара Алимхановой, управлять воздушным змеем непросто. При необходимости на помощь всегда приходят коллеги. Чуть-чуть может быть сложнее, чем ребятам. А так нормально. Ну, как помогают партнеры по команде или как? Да, помогают. Тыкать поднимут и положат. На казанский этап сноукатинга приехали 60 спортсменов из шести регионов России. Соревнуются они в двух категориях. Это лыжи и сноуборд. С ветром замечательно. Покрытие, правда, сложное такое. Лед со снега. Поэтому спортсменам не очень удобно держать курс. Ходим в десятку лидеров в России. Вообще, в целом. С точки зрения каких-то профессиональных спортивных достижений, у нас в Татарстане, слава богу, или может быть, к сожалению, профессиональных спортсменов именно по сноукатингу нет. Мы все являемся любителями. Два представителя Татарстана. Это для домашнего этапа соревнований пока маловато. Однако, сам вид спорта достаточно молодой. В России весьма недешевый. Сноуборд или лыжи это 10 тысяч рублей. Скайт и вовсе 40 тысяч. Однако, это ловители ветров не пугают. Главное для них это движение в кайф. Как говорят сами участники, главное это погода. Сегодня на Волге снова холодно и морозно. А главное это ветер, который достигает до 8 метров в секунду. И позволяет спортсменам разогнаться до 80 километров в час. Один из самых быстрых в этот день соревнований на лыжах Андрей Полякин из Санкт-Петербурга. Очень скоростная трасса, очень быстрая, очень тяжело. Имена победителей второго этапа Кубка России определятся уже завтра. Лучшим станет тот, кто первым поймает ветер удачи и удержит его до самого финиша. Ниаз Рахман, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Субтитры подогнал «Симон»!